145 лет больницы имени Николая Пирогова. Врача, благодаря которому применение эфирного наркоза распространилось по всему миру. Спустя годы дело продолжают его современные коллеги. Каждый день через руки анестезиологов первой горбойницы проходит около пяти человек. Эта служба и опасна, и трудна. Сравнить ее по уровню напряженности и ответственности можно с работой авиадиспетчера. В условиях дефицита времени и информации именно от них зависит взлет и успех полета. В год через отделение анестезиологии проходит около 900 пациентов. Пиковые нагрузки все-таки и на нашу службу в общем. Все-таки это, наверное, летний сезон. Некоторое время поработав, очень многие уходят. Связано это прежде всего с достаточно высокой интенсивностью труда, с достаточно серьезными нагрузками, повторюсь, как физическими, так и моральными. Когда от тебя зависит человеческая жизнь, а счет идет на секунды, нужно иметь железные нервы. Напряжение выдерживают не все. Именно потому уже 10 лет на базе отделения обучают врачей-интернов. Так как я еще интерн, у меня таких случаев было достаточно, потому что опыт у меня только нарабатывается. Но со мной всегда были опытные коллеги, которые мне подсказывали, направляли. У них особая порода. Анестезиологи – единственные врачи, которые утоляют боль. Режиссер Андрей Маслов пошел дальше. После того, как покинул медицину, решил заняться исцелением не тел, а душ. Анестезиология – это распространяется не только на тело, но и на душу. А художники все, и поэты, писатели, режиссеры, драматурги – это те, кто убивает боль души. И не пойми еще, что лучше. Представить современную операцию без анестезии трудно. До ее изобретения в состояние наркоза больных вводили при помощи углекислого газа, алкоголя, опиума и даже гипноза. Вплоть до 1846 года, когда Уильям Мортон положил начало целой области медицины. Александра Толкачева, Виталий Козловский. Программа «Наше время».